Всем привет, ребята, меня зовут Компот и добро пожаловать на моё новое видео. И сегодня мы с вами будем делать поистине доброе дело. Сегодня я взял 9 вот таких вот алмазных саженцев дерева. И сегодня мы отправимся в лес выращивать эти деревья. Не, а чё, смотрите, ребят, смотри, просто посмотрите, сколько в мире у нас деревьев. Просто полно алмазных. Вы видите, сколько тут алмазных? Ни одного. Просто ни одного, считай, это беспредел. Не всегда хочется спускаться в шахту за алмазами. Я считаю, что алмазное дерево это то, что нам нужно. У меня есть 9 саженцев, и прямо сейчас мы отправимся в лес поглубже. Вон куда-нибудь туда, потому что мэр сказал, давай не портит тут наш ландшафт, наши окрестности. Не портит, давай своими алмазными деревьями. У нас тут красивое, всё в зелени, как говорится. Поэтому он говорит, иди в лес поглубже и там выращивай, что хочешь. Я говорю, окей, без проблем. И мне бы скрафтить лопату, ребят, потому что эти деревья, эти саженцы очень капризные. Они не всегда растут, то есть как бы нужно ещё вскапывать землю под ними. Да, всё очень серьёзно, всё очень важно. Вот такие вот дела. Так, ну я пойду, в принципе, ненадолго и неглубоко в лес, поэтому даже еды с собой брать не буду. Этого мне достаточно. Всё, побежали в ту сторону. Теперь, если я вдруг захочу алмазов, мне не нужно будет спускаться в шахту. Я просто пойду в лес и нарублю их, как бы это странно, ребят, не звучало. Так, меня там уже встречает свинья, но это не самое главное. Давайте первое дерево посадим туда, куда-нибудь, знаете, вот за деревьями, за этими. Так-так, ну давайте, 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 давайте. Давайте вот здесь вот точно, вот где-нибудь только открытую местность найти по типу, во, вот это отличное место, чтобы посадить первое дерево. Давайте его вырастим и какое же оно красивое. Вы посмотрите, ну вроде, слушайте, вроде это дерево не видно, вроде меня никто не поругает. Вот деревня, а вот это дерево. Вроде я всё сделал правильно, вроде всё сделал по красоте. Ладно, давайте не будем особо тратить костную муку, не будем выращивать не все деревья, некоторые вот так вот будем удобрять слегка и всё. То есть, потому что всей костной муки нам не хватит, ребятки, нам нужно намного больше, чтобы вырастить все эти деревья. Так, вот сюда обязательно, вот сюда, вот сюда. Опа, это чё такое, я не понял. Смотрите-ка, ребят, машина какая-то стоит. Чё-то кто-то приехал, что ли? Может я, может я не в то место посадил деревья или, или что, или, или, или в чём прикол? Ребят, смотрите, чё за фигня? Вы это видите? А, откуда тут машина? Смотрите, ребят, тут реально машина в лесу. И насколько я понимаю, ребятки, заброшенная. Смотрите, колёс нету, чё-то, какая-то вся потёртая, перебитая. Смотрите, тут стекло вообще выбитое. Что, откуда здесь машина, ребят? Тут даже дороги поблизости никакой нету. Откуда? Смотрите, вот, мы в ту сторону смотрим, нигде дороги нет. Ребят, я, и я эту машину, ребят, не замечал. Правда, я тут не часто бываю, но я уверен более чем на 5%, что тут никогда не было никакой машины. Это, это странно. Окей, а может что-то внутри есть? Погодите, давайте-ка дверь откроем и сядем в машину. О, так, вроде сел и... Опа, ребят, тут какой-то сундук. Тут сундук, смотрите. Там, там сзади сундук. Подождите, давайте-ка я выйду отсюда. Минуточку, 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 минуточку. Смотрите, я его что-то даже реально сначала не заметил. Тут стоит какой-то сундук прямо за стеклом, ребятки. Надо его открыть, надо его обязательно открыть. Подождите, может тут что-то завалялось в этой машине. Ну-ка, открываем дверь, садимся. О, отлично. Так, и давайте откроем этот сундук и... Вау, ребят, слушайте, а тут что-то есть. Тут что-то явно есть. Что-то тут полно книг, полно всего документов на машину. Опа, интересно посмотреть, чья это машина. Давайте откроем и... Опа, вот они документы. Имя Артём, фамилия Пахучкин, интересная фамилия. Дата рождения 12-3-1990 и номер RC-000. Хм, блатной номер, кстати говоря, а номер этой машины какой? Ну-ка, слушайте, смотрите, реально, RC-00. Нет, окей, может тут не особо видно и... Нет, ребятки, реально, RC-00-00. Это, то есть это правда, это всё-таки эта машина. И документы именно на эту машину. Но почему она заброшенная и что она тут делает в лесу? Я, ребят, если честно, этого не понимаю. Погодите, там ещё были какие-то предметы. Давайте-ка до конца всё осмотрим. Тут ещё дофига каких-то книг. Почему тут так полно книг? Я реально не понимаю. Просто книги, книги, книги. И ещё какая-то книга, да? Давайте, окей, откроем эту книгу. Напоследок посмотрим, что тут и... Вырваны страницы. Кажется, моя же машина сломалась. Ничего страшного. Я не только писатель, а ещё автомеханик. Да ладно. Ребят, кажется, мы прямо сейчас с вами нашли что-то наподобие дневника. Видимо, водитель этой машины что-то тут пишет. Погодите, давайте-ка ещё раз прочитаем, только повнятнее. Кажется, моя машина сломалась. Ну, мы это видим, как говорится, да? Ничего страшного. Я не только писатель, а ещё автомеханик. А, не только писатель. А я-то думаю, откуда тут столько книг? Так, окей, мы уже установили, что владелец этой машины это Артём Пахучкин. И он, ребятки, у нас получается писатель и автомеханик. Окей. Дальше идут вырванные страницы и... Чёрт, произошла какая-то аномалия. Мне не удалось починить свою машину. Ну, я это тоже заметил. А колёса где? А что вообще с этой машиной не так произошло? Я не понимаю. Как она могла тут оказаться без колёс? Это... Это же вообще бред абсурдный. Смотрите, тут ещё эти штуки крутятся. Блин, какой-то реально абсурдный бред. Ладно, давайте дальше дочитаем. Я лёг спать и проснулся без колёс. Чё? Вот это уже интересно, ребятки. Кто-то незаметно скрутил колёса. Такого не может быть. Ладно. Я нажал тревожную кнопку. Скоро должна приехать помощь. То есть, ребятки, этот писатель Артём Пахучкин утверждает, что он сюда каким-то образом попал на этой машине, ребятки. Она у него тут сломалась. Он лёг в ней спать, проснулся и не было колёс. А кто это мог сделать? Тут вообще поблизости никакой живности, кроме нашей деревни, житель номер 13. Это вот, вот это вот вообще очень странно. Окей, опять ободранные страницы. Почему такой старый дневник? Реально, я не понимаю. Да, не машину я купил, а караул какой-то. Помощи до сих пор нет. Возможно, кнопка сломана. У меня кончилась еда. Я не знаю, где я нахожусь. Прошла уже неделя, как я сижу в машине. Нужно что-то делать. Что? Серьёзно? То есть, тут кто-то неделю сидел в этой машине. Просто помирал с голоду и не знал, что там находится наша деревня, житель. Ну, пришёл бы туда, не знаю. Мы бы ему помогли. Ну, уж точно приютили бы и накормили. И, офигеть, вот это жесть. Как же мне повезло. Так повезло. Чем всё закончилось, ребятки, для водителя этой машины? Решено. Я беру фонарик и иду на запад. Пофиг, что сейчас ночь. Я очень голоден. Я думаю, что скоро вернусь. Потом оборванная страница. Дневник 2004 год. Чё? Ребят, тогда нашей деревни жителей номер 13 не было. Я вам серьёзно говорю. Её не было тогда. А эта машина тут уже стояла. Что? Как это? Наша деревня жителей, ребят, появилась в 2013 году. А дневник датируется как 2004 год. И, эм, окей. Это какая-то странная аномалия. Хорошо. Что написано, ребятки, дальше? А дальше? А дальше ничего. И, ребят, судя по тому, что эта машина тут до сих пор стоит. И трава уже проросла аж сквозь двигатель, сквозь капот. Всё тут уже проросло. Знаете, машина так уже прикопалась. Тут очень такая заброшенная тут стоит. Я так понимаю, этот водитель до сих пор не вернулся. И судя по тому, что тут ещё дофига предметов. И ничего он отсюда, ребятки, не забрал. Это тоже странно. Это не похоже, ну, на человека адекватного. Он бы обязательно забрал то, что тут находится. Но, как вы видите, все предметы лежат на своих местах. Слушайте, ребят, как вы думаете, что могло случиться с этим водителем Артёмом? Надеюсь, что с ним всё хорошо. И, опа, смотрите, ребят. А тут, тут какая-то грамота находится. Погодите, дайте-ка я её поставлю. Ха! Ну, ребят, вот так вот, видимо, выглядел водитель этой машины. Ну, судя по фотографии, чел-то добрый, позитивный. Блин, я надеюсь, что с ним всё хорошо. Вот он за что-то грамоту получил. Дали ему пять звёзд, ребятки, представляете? Эх, ладно, окей. Надеюсь, что с ним реально всё хорошо. И он вернётся за этим предметом. Хотя, какого фига, ребятки? Эта машина стоит тут с 2004 года, судя по дневнику этого писателя Артёма, который по совместительству автомеханик. Да, на самом деле, нифига, он не автомеханика, если он не починил машину. Так, ладно, что тут ещё в этом сундуке? Смотрите, он реально, видимо, снял одно сидение и вёз за место с него сундук. Вопрос, зачем, ребятки, столько загадок просто у меня тут. Я даже не знаю, что вам и сказать. Вот, ребятки, вот теперь думайте, как говорится, да? И тут какая-то одежда. Нифига себе, а это что это такое у нас? Я не понял. Это какая-то бронька. Я так понимаю... Слушайте, ребят, это броня из звёзд ада. Вы только представьте, насколько она мощная. Во-первых, она мне даёт бесконечную регенерацию. Как я понял, бесконечную и... Да, ребятки, бесконечную регенерацию. И, слушайте, ну я ощущаю себя в ней сильнее. Офигеть, Артём, автомеханик, писатель. Откуда у тебя такая броня? Зачем ты её перевозил в машине в 2004 году? Господи, сколько загадок, ребятки, нам ещё предстоит разузнать. Смотрите, тут патроны у него, двухстволка лежит. Окей, давайте сразу всё возьмём. Тут бутылка воды. Вода, это я не буду брать. Возьму вот это. Рояль? Пианино? Так, окей, погодите, хорошо. Окей, в машине пианино. Не, ну а чё, как говорится? Вот представьте, ездите вы в машине ночью в 2004 году. У вас ломается машина. Вы выходите и такие ставите пианино. Тар-дам, 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 тар-дам. Ну, блин, абсурд какой-то. Реально какой-то абсурд. У меня даже нет слов, я не знаю, как это описать. О, вот такие вот штучки ограничительные. Они обычно у всех практически в багажниках валяются. Это когда машина, допустим, попадает в какое-то ДТП. Эти штуки ставят, типа, вот, обозначают место аварии. Огнет у жителя, который обязательно должен находиться в каждой машине. И вот он тут тоже есть, ребятки. И вот, смотрите, он реально может брызгаться водой. Прикольно. Тут также есть скутер какой-то, он вообще работает. И, вау, а он работает, ребятки? А он работает, прикольно. Это, видимо, какой-то складной скутер, который лежал у него в багажнике в этом сундуке. Прикольно. И также тут есть у меня еще патроны и двухстволка. Ё-моё, тихо, 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 тихо. Не-не-не-не, ребятки, я с пушками не дружу, мне оно не надо. Я это трогать не хочу и не буду. Но тут также еще что-то есть, ребятки. Например, вот это уже... Э, ой, ой, куда её? Куда, куда? Лети туда, я не знаю. Да ё-моё, ребятки, это какая-то дымовая шашка. Что за странный набор? Серьезно, пианино, дымовая шашка, какая-то броня странная. О, аптечка. Ну, аптечка тоже, понятно, должна находиться в абсолютно любой машине, ребятки. Вот она тут тоже находится. Представьте, эта машина тут постояла с 2004 года, ребятки. И всё это время она была тут заброшенной. Смотрите, вся ржавела, заросла, и мы её вот сегодня с вами нашли. Это какая-то капсула времени. Там внутри ещё сундук перевозился. Вот это, ребят, конечно, находка. Вот серьёзно, когда я записываю видео, я постоянно что-то интересное нахожу. Поэтому, блин, смотрите мои видео, серьёзно. У меня с вами всегда что-то интересное происходит. Мне это очень нравится. Так, пойдите, давайте-ка на заднее сидение сядем и посмотрим. Ну, нет, тут уже багажник полностью засыпан землёй. И ловить тут вообще нечего. Давайте лучше вылезем из этой машины, ребятки. Чё, уйдём, что ли, отсюда? Я не знаю, серьёзно. Я даже не знаю, как сейчас поступить. Полицию вызвать? Ну, какая полиция, ребят? Это было в 2004 году. Уж давности, если даже тут кто-то пропал, наверное, уж прошла давнодавность дело. Да, поэтому, наверное, надо уходить. Ребят, короче, делаем так. Прямо сейчас, пожалуйста, я вас очень прошу. Напишите мне в комментариях, что же дальше мне делать. Может быть, мне всё-таки стоит сообщить в полицию? Или, может быть, мне стоит восстановить эту машину? Или, может быть, мне стоит собрать поисковую группу и прочесать тут всё в радиусе нескольких километров и попробовать найти этого Артёма? Может, он выбрался как-то и просто решил не возвращаться за машиной? Так, 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 ребят, мне не нравится, что она дымится. Короче, прямо сейчас пишите в комментариях, что мне делать дальше. Я оставлю пока что это до следующего видео. С вами, ребят, я прощаюсь. Пойду досажу дальше оставшихся два саженца. Это, в принципе, немного, вот, в принципе, я уже и закончил. Всё, ребятки, всем удачи, всем спасибо и всем пока!